МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Досягнение проблемной пытания и перспективы развития. Старшиня Абл-Ваканкама, Енать Соловей, наведу открытое акционерное товариство «Гомелябл-Алтотранс». Правовая допомога. У областных объединений профсоюза проанализовали работу со зворотами грамадян. Мы славим человека мирной працы. Акция Фонду мира под такой назвой сегодня прошла в Будо-Кошелевском районе. А сейчас об этом иншем больше подробно. Оптимизация пассажирских перевозок по треатышной автобусной маршруты и оплата проезду про смартфон. Старшиня Абл-Ваканкама, Енать Соловей, наведу сегодня первый автопарк, акционерного товариства «Гомелябл-Алтотранс». Наши корреспонденты потекавилися под обязанностями. Якое значение для Гомельской области мая предприемства «Гомелябл-Алтотранс» можно мерковать по такой лишьбе. Протяглость его маршрутной сетки перевышая 40 тысяч километров. Миновито стольки складая должиня экватора. Подчас наведывания акционерного товариства старшиней Абл-Ваканкама размова не стольки об досягненях, кольки об иснуючих проблемах и перспективах далейшего развития. Сегодня предприемство працюе во умовах мостной конкуренции, что примушает шукать новые подыходы по створению для пассажиров больше комфортных умов. Для себя ставим задачу внедрение информационных технологий на пассажирском транспорте. С февраля месяца начинается пилотный проект по оплате проезда с помощью смартфонов. Также мы ставим перед собой задачу продолжать обновлять подвижной состав, как грузовые, так и пассажирские автобусы. Нельзя сказать, что в мягчимости Гомель Абл-Аутотранса выкарыстовывается недостатково, але и резервы есть. У приватности размова идёт о показании туристичных послуг. На приконце минулого года предприемство открыло маршрут у размещанную у Национальным парку Припятске резиденцию Деда Мороза. Сегодня старшиня Абл-Ваканкама Геннадь Соловей даёт ещё одно доручение. Распрасовать так званые патриотичные маршруты. На Гомельшине шмат знаковых мест связанных с Великой Айчинной. А у нас таких мест очень много. Это и Красный берег. Сейчас будет создаваться, и мы обратились к всем нашим организациям по меморальному комплексу в Осетлогорском районе Алла. Это и Баграцион, это на сегодняшний день Лоевский район, да и другие районы. И в протяжении туристичной темы. Зараз у первого автобусного парка акционерного творчества Гомель Абл-Аутотранс началась реконструкция автобуса Икарус. В Беларусе дарыши машин такого класса больше не засталось. С просьбой захавать автобус в минулом году до керавництва предприемства звернулись в Гомельшане. На линию Икарус, конечно, не выйдет. Будет обслуговывать туристично-экскурсийные маршруты. Дарыши не глядяши на 30-ти годовый взросл и пробег больше, как у 2 миллиона километров. В целом автобус захавался не дренна. Двигатель, коробка, мосты, все исправно, все на ходу. Переварим кузов, и он пойдет опять в эксплуатацию. Наведывание старшинёй Аблаканкама автотранспортного предприемства завершается с устрычей с коллективом. Геннадь Соловей не утойвая. Сегодня необходимо проводить оптимизацию пассажирских перевозок. И эта с устрыча – махчимость почуть думки специалистов. Попустые автобусы – у дённый час. Низкая окупность перевозок, отсутность одиного оператора послух. Тут, саправды, есть над чем працавать. Автобус, троллейбус идёт на 30% загруженный, но потом только время пика они все наполнены. Для того, чтобы не создавать конкуренции, должен быть один оператор. Я говорю, пускай грузоперевозчик, пускай заказчик будет в лице, или это будет какая-то определённая компания в городе. Поэтому мы над этим работаем. И я думаю, в течение этого года мы решим вопрос. Для того, чтобы оптимизировать, потому что горэлектротранспорт только 59% компенсируется населением, размещаются затраты. Сегодня автобусным парком где-то под 70%. Хотя наша задача уже подойти к 90%. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Ёвген Макенко, телерадо-компания «Гомель». Промые телефонные линии с простонниками мясовой улады пройдут с 1 лютого. У Гомельскими облываконками на пытание граждан откажет наместник-старшини Владимир Горбачёв. Телефон для связи 33-12-37. В этот час принимать звонки будет первый наместник-старшини Гомельского горваконками Александр Ерманов. Звернуться можно по номеру 33-09-59. Промые линии, как и звычайно, будут працовать с 9 до 12 годин. Комитет заж контролю Гомельской области завершил масштабную проверку стану безпеки в школах региона. Специально створенные межведомостные комиссии проинспектовали кожную установу на предмет забеспечения у их належных умов с находжения школьников. Выники мониторингу подвели сегодня на коллеги областным комитет заж контролю. В листопаде с Нежни минулого года рабочая группа в составе 350 проставников разных органов проверили 527 школ. Недохопы и порушения выявлены о малюкожной за выключением шторых установ. Ся рот основных заввах, неналежный техничный стан конструктивных элементов будинков и инженерных систем, невыконание супротив пожарных норм и санитарно-эпидемиологичных потребований, незабеспечение в полном объеме громадской дорожно-транспортной беспеки. Ликвидование порушений и недопросовок будет проходить под пильным контролем комитета. В отношении всех отделов образования, гора и сполкомов направленных комитетом государственного контроля рекомендации об устранении нарушений. Все они находятся на контроле. Мы будем тщательно отслеживать их выполнение. Кроме того, председателям райисполкомов направлены информации для принятия мер по наведению надлежащего порядка и привлечения виновных к ответственности, потому что установлены факты безответственного, будем говорить, отношения отдельных руководителей школ к своим должностным обязанностям. У порушений по требованию законодавства не во всех школах региона проводилось доследование будущих конструкций. Это необходимо делать нерадящим раз в пять лет. А по факту, только в 16% установ маются выники своих часовых экспертиз. Однако и тут рекомендации по проведению ремонта на одновленных работ выполнялись частково. Сегодня на посяжении президента Магомельского областного объединения профсоюза подвели выники деянности за минулый год. Летостью в области створено 235 профсоюзных первишек, что омаль на четверть больше, чем у 2018-м. И членами стали омаль 1800 человек. Что тышится работой по обороне правоупрационных, то за минулый год в профсоюз поступило 120 зворотов грамотян, больше за 35% из которых уже выраженные. Люди отримали недоналишенные гроши, протягнули деньги контрактов и уладили другие спрочные вопросы с наймальниками. В некоторых случаях отримали полную правовую допомогу под ключ от письмового зворота до судебного посажения, после которого вертались на свои посады и протягивали прационную деятельность. Так, за 2019 год правовые инспекторы узнавили на рабочем месте 15 человек и допомогли вернуть 297 тысяч незаконно утроманных рублев. Хочу отметить, что та информационная работа, которая проводится в настоящее время, те ресурсы, которые мы используем, телефон доверия, выездные приемы граждан, они непосредственно показали, что профсоюзам доверяют и к профсоюзам обращаются за реальной помощью. Если сравнивать с прошлым годом, то количество обращений переросло более чем на 50%. Но в этом мы видим прежде всего доверие к профсоюзам, доверие граждан в решении своих вопросов. А кроме того, все лета областные профсоюзные организации примутю дел у акции с клопотом про человека працы. Со своих сродков они выделят 4 тысячи рублей для поширения материально-технической базы организации агропромыслового комплекса. Нагадаем, что 2020 год обвешены годом беспешной працы у сельской господарцы. Мы славим человека мирной працы. Акция Фонду Миру под такой назвой сегодня прошла в Будокошелевском районе. Члены громадской организации ушановили 20 человек как девочих так и былых супрацовников Галины Живелогадовли. Дмитрий Котов протягнет. Працовный шлях Олены Новицкой с сельской господаркой связаны больше за 30 годов. С початку працевала в Рышецком районе а после переехала в Будокошелевске. Зараз працует техником-ассиминатором в Саугасе-Потаповске. Женщина означает работа хоть и вельми складанная однако будет добрый выник. Работа нравится мне моя. По своей работе мне нравится животноводство. Люблю животных, люблю работать с ними, мне интересно с ними. Я знаю каждую свою, например, голову. Если я прихожу на работе, я знаю каждую корову не то что там по имени, по номеру, я знаю каждое лицо. Я могу сказать, какая корова пошла, чья это корова, сколько это дает. Даже если в другой раз мне звонят с работы в бригадир, спрашивают там номер коровы, говорят, я ей объясняю, что это корова с такими-то рогами, с такой-то головой, я знаю их просто у всех лицо. Мне интересно с ними, поэтому работаю. Сироты, кто узнимается на сцену за узнагородой, и Лилия Алагинская. Оператор машинного доения СКСУП Крылск працовать у сельской господарцы, подшелаясь на Радзиме, у Казахстане. Потом лес распорядился таким чином, что жанчина переехала в Беларусь. Об этом, признается, николе не пошкодовала. Тем больше, когда истнуют добрые умовы и для жития, и для працы. Коли у коллективе поважают и ценят. Узнагорода от Фонду Миру тому приклад. Конечно, приятно каждому человеку, когда ему оказывает кто-то внимание какое-то. Приятно, конечно. Акция Фонду Миру «Мы славим человека мирной працы» проходит с некальки разов у год. Святочная падея в Будокошелевском районе другая за 2020-й. Звычайно ушановують усих представников агропромыслового комплексу. На этот раз вырошили отзнашить живеловодов. Сегодня это падает головная, складающая эффективные працы и граница повышения прибытков у сельской господарцы. Акция закликана узнять авторитет человека працы и престиж профессии. А самая головная выказать подзяку людям за их непростую что-то дневую деянность. Это одна из важнейших. От нее зависит благополучие людей. Если животноводы будут производить свою продукцию, значит они будут жить дружно, согласно, будет продовольственной безопасности. А это отвечает именно тем задачам, которые решает Фонд мира. Это отличие особые. Я бы этих людей назвал людьми с большой буквы. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель, Будокошелевский район. Святкование Нового года у якости подарунка дипломы об завершении учебы. Во университете Мяфранциска Скорыны прошли урошистость с делом Институтом Индустрии, Коммерции и Замежных Мол. В его рамках ожитивляется обмен студентами. Усе навыково-техничные и культурные советы координует Институт Конфуция, створенный УГДУ. Мы выполняем совместные научно-социативские работы, установленные связи с рядом промышленных предприятий Китая. То есть Институт Конфуция это структура, которая как раз способствует активизации этих связей и в значительной степени сближает народы. Во университете имя Франциска Скорыны зараз 40 студентов с Поднябесной. Первый этап отримания эдукации проходил у Шанхайской установе, а другие у Гомельской. Десять студентов отримали дипломы, які свечать об завершении учебы. Трое вернутся додому, остатние протягнуть наушание у магистратуры. Я выполнился еще два года. Это два года нормальные ученики, нормальные люди очень рады здесь в Гомеле имя Франциска Скорина. Да, да, я думаю, я думаю, хорошо, здесь человек очень добрый, хорошо, человек. Церемонию уручения дипломов суместили со святкованием китайского нового года. В выконании студентов прогучали верши, песни и подзяки у адрес выкладчиков. Завтра Гомельским державным цирку презентуют новую программу с гулевой назвой Карамболь. На манеж выйдут заслуженные артысты разных краин света, представники цирковых династей, выканавцы самых неверогодных труков. Подробности представления поведомили на пресс-конференции для СМИ. Сдаётся, назва программы могла бы раскрыть глядышам, что будет им самым цвеком. Карамболь это разностаенность бильярда и как раз труки с кием и шарами значатся сирот номеру. Однако на самом речь каждый пункт программы можно отнести до кульминационного самого яскравого. Только послухайте, рызаковый номер с арбалетами, аттракцион, вертикальный полет, гимнастичное практикование под куполом цирку, дивные вариации жонглирования и неверогодно потешная клоунада. Особно стоят любимые детьми номеры с живелами. На рынок выйдут собаки мал, пы, коньи и индийский слон. Даже самый буйный представник фауны выступит под героевницей Кристиана Ертнера, представника пятого поколения цирковой династии дрессировщиков. Он умрет так само принимает удел жонка и двое детей Кристиана. То, что я увидел просто в прогоне, как для себя, ни акцентов, я вот так стоял, натянутая была улыбка, допустим не был бы клоуном и со стороны мне бы так сказали, а пойдешь ты на это смотреть? Я бы сказал да. Шоу-карамболь различена на две годины. Проходить будет по два представления в выходные дни за выключением премьерного вечера. Продолжится программа до первого соковика. По воде информации Гидромета Центра, на завтра в регионе объявлены оранжевые условия небеспеки. 1 лютого ночью и ранницы на территории области шакается туман. В связи с этим рекомендуется устрематься от поездок на автотранспорте. Если такой мощности нет, машины нужно осторожно сохранить безопасный хорошее режим. Если автомобиль опинется в густом тумане в условиях обмеженной башности необходимо спинять рух, выставить знак аварийного припинку, подавать звуковые и светловые сигналы. Эти инши новинные информацию о проектах Толярадо компании Гомелев вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Торговал на сваем прямо на улице. В Мозере оперативники наркоконтроля при силовой поддержке патрульных милиционеров задержали 31-летнего горожанина. Мужчину взяли с поличным. В доме дилера сотрудники нашли более 2,5 килограммов некурительного табака расфасованного в полиэтиленовые пакеты. Товар предназначался для реализации жителям райцентра и Мозорского района а предполагаемая выручка могла составить не менее 250 рублей. Поводом для рейда оперативников послужила наводка еще одного мазырянина которого улечили в хранении на свае. Он рассказал о том у кого приобретал некурительный табак значит административный процесс. В сети появилось видео как работники МЧС спасали пострадавшую в ДТП девушку. Она находилась на заднем сидении автомобиля и после аварии оказалась зажата в салоне Пежо водитель которого съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Речевском районе на трассе Р-82 в нескольких километрах от деревни Узнаш. Взади 7-летняя девушка пассажир получила травмы и не смогла самостоятельно покинуть салон по приезду медиков. Понадобилась помощь спасателей. Тем пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом, чтобы разжать поврежденный и вдавленный металл. В итоге пострадавшую извлекли из салона и передали работникам скорой помощи. Водитель легковушки в ДТП получил незначительные травмы. На въезде в Калинковичи легковой автомобиль сбил лося и сильно травмировало животное. Оно выбежало из небольшого лесного массива справа по ходу движения автомобиля. Водитель Форда завершил обгон и по возвращению в свою полосу заметил перебежчика. Им оказалась крупная лосиха. Затормозить не представлялось возможным. Настолько неожиданным стало появление Сахатова для водителя. В результате наезда у животного оказались перебиты задние и передние ноги. С такими травмами лоси, как правило, не выживают в дикой природе. ВГЭ рекомендуют водителям проявлять особую бдительность при движении по автодорогам, которые проходят вдоль лесонасаждений. И сообщают, что в 2020-м это первое ДТП с участием дикого животного. За прошлый год наезды на лоси регистрировались в Беларуси каждый месяц. Пенсионер из Петрикова признан виновным в угрозе убийством своей супруги незаконном обороте оружия и боеприпасов. Задержали мужчину в деревне Бабуничи, когда тот в порыве гнева стал избивать свою жену и в угрожающей манере высказывался о намерении убить женщину. Нанес удар по лицу, повалил ее на кровать, встал коленом на грудь, схватил свою возлюбленную в области шеи, чем затруднил ее дыхание. Женщина смогла вырваться, но избиения и угрозы продолжились во дворе. При первой же возможности потерпевшая вызвала милицию, а потом сообщила, что у мужа имеется арсенал незарегистрированного оружия. Милиционеры провели обыск и действительно нашли внушительную коллекцию. Патроны различного калибра в заводском исполнении, бездымный порох, электродетонаторы, два фрагмента брезантного вещества на основе тротила, пригодного для производства взрыва. Мужчина признан в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов, а также угрозе убийством, за что Верховный суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы. Тем временем Мазырянка, которая в местном ночном клубе разбила голову незнакомого ей посетителя стеклянную бутылку пива, получила приговором суда три года ограничения свободы. Напомним, инцидент произошел 1 декабря. Между компаниями отдыхающих внезапно разгорелся конфликт, по завершении которого одному из посетителей заведения понадобилась медицинская помощь. Действуя из хулиганских побуждений, женщина решила таким образом остановить словесную перепалку, но сама грубо нарушила общественный порядок. 8 января хулиганку задержали. На днях состоялся суд. 230 килограммов рыбы выловили двое браконьеров на озере Красное Солигорского района Минской области. С поличным на месте преступления их задержали сотрудники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Браконьерами оказались двое неработающих жителей Житковического района. В их сети общей длиной 500 метров попало 230 килограммов озерной речной рыбы. Караси, щуки, лещи, судаки и окуни. Причиненный природе ущерб оценен более чем 8 тысяч рублей. Граждане задержаны. Возбуждено уголовное дело. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель побеждает, а Металлург уступает сыгран очередной тур чемпионата страны по хоккею в экстралиге. Рыси на домашнем льду переграли Динамо Молодечно. Пропустив на старте от Байрчука хозяева быстро отыгрались усилиями Тополя. Этим голевым событием в первом периоде и ограничились. Во втором и третьем Рыси забросили по разу и оформили победу со счетом 3-1. Тополь оформил дубль. Также отличился Курбатов. Жлобинский Металлург перед родными трибунами уступил Солигорскому шахтеру 1-5. Завтра на арене Ледового дворца Металлург пройдет очередной эпизод Полесского дерби. Поединок между Столеварами и Рысями стартует в 18.00. Гомель-Белшина локомотив слави. Два товарищеских матча примет на предстоящих выходных крытый футбольный манеж на стадионе «Луч» в областном центре. В субботу Гомель ждет в гости Бобруйскую Белшину. Матч начнется в 15.00. В воскресенье на искусственный газон Манежа выйдут гомельский локомотив и Мозырьское слави. Этот поединок стартует в 14.00. 16 команд оспаривают в Гомеле награды республиканской спартакиады среди детско-юношеских спортивных школ по настольному теннису. Соревнуются юные теннисисты 2005 года рождения в зале культурно-спортивного комплекса Белорусской железной дороги. У девушек в финальный раунд никто из представителей Гомельской области не пробился. У юношей в решающем раунде сыграет сборная с Дюшоргом Сильмаш. По завершению командных состязаний стартуют личные. В индивидуальном зачете сильнейших определяют в одиночном и парном разрядах. Отмечу, что нынешним летом состоится первенство Европы среди спортсменов этой возрастной категории, что также повышает соревновательный градус спартакиады. Претендентам на поездку на континентальное первенство есть что доказывать. Уровень подготовки спортсменов очень-очень-очень высокий. Есть спортсмены, которые будут претендовать на попадание летом, как вы знаете, будет проходить первенство Европы среди кадетов как раз этого возраста, 2005 года рождения. И здесь находятся спортсмены, очень сильные спортсмены, которые будут представлять как раз на этом первенство Европы нашу страну, Республику Беларусь. Отмечу, что в числе претендентов на поездку на первенство Европы воспитанники с Дюшоргом Сельмаш, Никон Шутов и Максим Ляхов. Спартакиада среди Дю США завершится 2 февраля. В Гомеле сегодня определились победители первенства области по общефизической подготовке, по академической гребле. В соревнованиях принимали участие около 200 ребят. Каждый прошел предварительный районный отбор. Победу оспаривали юноши и девушки в двух возрастных категориях 15-16 и 14-13 лет. В программе тяга лежа, напрыгивание на гимнастическую скамейку, поточные прыжки и бег. Для юных спортсменов областные соревнования это в первую очередь поддержка физической формы в зимний период, а также возможность представить регион на республиканских стартах. Победители отправятся в Полоцк. Мы судим по этим соревнованиям по физическим показателям и по подготовности спортсменов, чтобы они не терялись по сезону зимнему. Это очередной итог. И стимул тренироваться для детей маленьких возрастов. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.